Смотрите, во-первых, давайте тогда примерно расскажу, как это все устраивается. Вы вместе заполняете анкету. Это анкета для вообще работы над всем кейсом. Она не сильно сложная, но есть свои нюансы и там. На базе то, что вы предоставите анкеты, она может быть на русском, на английском. Мы делаем саму петицию и составляем, так скажем, инструкция по доказательной базе и вообще по всему кейсу, какие документы в вашем случае туда должны быть предоставлены. Все эти документы согласно инструкции, какие можно. Все это просматривается, обсуждаем количество, качество, потому что качество там тоже имеет значение, документы. Иногда люди несколько по-своему это понимают, а требования, тем не менее, есть. Документы, качество снимков и все прочее имеют значение. Потом мы делаем проект, составляется, проводится на документацию, готовится сама петиция. Делаются переводы документов. Их обычно немного, но тем не менее. Вы видите, фотографируйте оба, причем одинаковые фотографии, которые нужно будет вкладывать. Документы отправляются вам на проверку. Вы проверяете, где-то какие-то пару уточнений происходят, потому что бывает, где-то какая-то информация не совсем струится, и надо правильно свести. Проект петиции, по сути, становится еще навека чистовиком. Еще мы практикуем там сопроводительственные документации по истории, отношениям. Оно офицеру помогает сориентироваться в вашу ситуацию. Мы даем образец. Я помогаю это письмо привести в должный вид. Иногда там бывают люди так пишут, что мы можем им навредить. Ну, либо вообще отказываемся от этих писем. Такого плана. Либо я их просто правлю, насколько это возможно. Бывает и так, разными бывают всякие ситуации. Когда кейс готов, здесь все распечатали. Все, человек невестный обычный. Все ей отдается. Объясняется. Отдаются инструкции, что делать дальше. Куда оплатить, куда отправлять. Что дальше должно произойти. Когда произойти. И она пересылает вам. Вам присылаются инструкции, как его дополнить до конца. И как его проверить, выверить. Чтобы вы все туда вложили. В нужном месте подписали. Там, где должны быть подписи. Какие они даже должны. У меня тоже есть свои маленькие нюансы. Все. Готовки рис вы отправили. Ну, пошло время ожидания после этого. Примерно мы знаем, когда на выходе что будет. Как только получим. За миграционную службу уведомление, что кейс переходит на стадию национального визового центра. Мы уже начинаем действовать. Потому что мы знаем, что дальше нужно. Когда это примерно. Что делать. И пошло. Медкомиссия. Человек заранее знает, что там на этой медкомиссии будет происходить. Такие прививки нужно было сделать. Ранее может быть. И судимости. Опять же. Если где-то долго проживал. Справочки. Допереводятся другие какие-то документы. Усиливается доказательная база ваших отношений. Делается еще одна анкета. Делается оплата консульского сбора в Варшаву. 265 долларов. На начальной стадии, кстати, выплатить 535. За самую петиту в процессе сбора. На стадии посольства. Перед тем, как записаться в посольство. Нужно будет проплатить 265 за призовый сбор. Медкомиссию еще пройти. Это тоже примерно долларов 200. От 200 точнее на взрослого получается. И, соответственно, делается еще одна форма. Она такая же, как на иммиграционном ревизу ДС-160. Но только немножко со своими особенностями. Накануне, неделю до интервью, мы еще раз встречаемся. Все это вместе здесь складываем. Проговариваем то, что будет на интервью. Да, а еще до этого, как невесте, всегда высылается инструкция. Вся по процедуре, что там посольство будет происходить. И перечень эфир, проще перечень вопросов, которые вы с женихом обсуждаете. На случай, если будут углубленные расспросы. Все, наезд получает визу. Приезжает сюда. Говорим, как ей правильно собраться. Что-то с собой в дорогу взять в таком виде. Типа по стиле и что, и как, и где. Если нужно, по переводу еще в любой документ. Потому что наручный брак надо заключать. И, в принципе, в состоянии, что даже когда вы там брак заключите, еще полной счет с этим комплектом документов на смену статуса. То есть в комплекте с разрешением на выезд, с разрешением на работу. Вот эти вот формы, опыты к заполнению тоже есть. И стоит там эта вот услуга по сопровождению по смене статуса примерно столько же, сколько. Потому что у нас и получается так цикл, что сейчас мы довели. Даже если они с адвокатов сюда к нам попали, на финале мы отработали, они едут туда, мы говорим, можем помочь. У них столько, 100 лет, ну или столько, это отлично.